Возвращаясь к Пригожину лично, вы сегодня выдвинули такой тезис революционный, я бы сказал, о том, что он не столько готовит, сколько готовится совершить государственный переворот. А в какой форме может быть совершен государственный переворот в той путинской системе власти, которая сейчас существует? Слушайте, сказать не знаю, это мало, конечно, я думаю, что все эти вещи крутятся в голове не только у Пригожина, но и у многих людей. Сейчас я попытаюсь восстановить с нами хорошую связь. Мария, а вы можете это как-то выключить? Это добавляет такой жизненной струны в разговор, да. Да-да-да, мягко говоря, добавляет. Лучше выключить, то есть меня не слышно. Ничего страшного, на самом деле звук идет хороший от вас, я имею в виду лично от вас. Ну и прекрасно, ну и прекрасно. Дело в том, что мы же с вами в последнее время наблюдаем, что Путин не так уж и не уязвим. На Кремль падают какие-то боевые дроны, беспилотники и так далее. Сам Путин, да, по-прежнему хоть и обложен бронежилетами каким-то чудовищным количеством охранников и так далее, но не сложилось ли у вас ощущение, что в последнее время ему надоело? Ему надоело воевать, его надоело управлять. Ну как-то ему как-то ничто не вставляет, ничто не куражит. Вполне возможно, и поэтому Пригожин прощупывает. Слушайте, в какой форме сейчас существует белый шелковый шарф граф Панина или апоплистическая табакерка, мы не знаем, но они лежат на месте. В какой сейчас географической точке находится станция ДНО, мы тоже не знаем, но она есть. Она есть. Ну что, кто из них хотел померить шелковый шарф граф Панина? Да никто. Кто из них хотел на станцию ДНО? Да никто. Пришлось. Пришлось. Это дело все не добровольное, не с красным плазом до перевес. А потом новичок, он же в разные стороны действует. Новичок туда, новичок сюда. Хорошая фраза, я ее запомню, очень интересная. Новичок туда, новичок сюда. Ну а думает ли он, как вы считаете, думает ли он в какой-то открытой политической борьбе? Не знаю, принять участие в выборах, например, создать политическую партию. Что в таком духе? Мне кажется, выбор это очень смешное слово. То есть, понятно, что никаких выборов нет. И в ближайшее время их не будет. Если надо принять участие в выборах и победить, надо направить ЧВК Вагнера, передовой отряд в ЦИК и выиграть выборы. Ну и, господи, делов-то захватить ЦИК. Пара батальонов. Какие батальоны, да? В общем, можно запустить даже и какую-то особо подготовленную роту. И все нормально. Ну или просто нежно поговорить с Элой. Выборы, я думаю, что его не очень интересуют. Он мужчина серьезный. Какие выборы? Идти с этим клоуном, с Мироновым на выборы? Ну как-то. Как-то не попасаться. А как вы думаете, Путин мог бы решиться выставить Пригожина своим спойлером на выборах? Ну одним из. Или здесь есть риск того, что Пригожин может выиграть такие выборы? Пригожин выиграет такие выборы. Я даже думаю, безусловно, выиграет. Поэтому вряд ли. Вряд ли. Интересно. Ну посмотрим, как все это будет развиваться. А вот по вашим наблюдениям, Кадыров, который был сначала вместе с Пригожину, потом как-то публично пытался его отчитывать. Он вообще где в этой системе координат? Он с ним или отдельно? Существуют ли какие-то группы устойчивые среди этих властных элит? Устойчивая группа, вполне устойчивая группа противостоит, я бы сказала, Пригожину и Кадырову. Кадырову противостоит и всегда будет противостоять ФСБ и вот эти всякие разные такие структуры, которые прекрасно знают, кто такой Кадыров, и об этом не забудут никогда. По разным причинам, включая какую-то определенным образом понятую офицерскую честь. Это во-первых. Во-вторых, все-таки за тем же Пригожином, правда, как за Кадыровым, стоит Виктор Золотов, который хоть и молчит всю дорогу, но он там стоит. Он там довольно близко. Опять же, противостоят всем этим фигурам люди, которые вряд ли переметнутся. Прежде всего, Кулчуки, братья Кулчуки, там какая-то группа губернаторов. По-моему, Беглова еще явный Кувашов. При этом мы видим, что ряд губернаторов, как, ну, собственно, вчерашний белгородский губернатор, он как-то очевидно займ в сторону ЧВК. И Пригожина, проехавшись по Министерству обороны от души. Опять же, мы за это ничего не было, ничего не прилетело. Может, еще и Орд не дадут. Да, что интересно, сам Пригожин в своем интервью хвалебно отозвался о губернаторе Дюмине, которого многие называют возможным преемником Путина. Мы, конечно, не знаем сейчас, насколько это возможный вариант, и будет ли вообще у Путина какой-нибудь преемник. Но, тем не менее, вот такая интересная характеристика прозвучала, что наводит на размышления. Но бог с ним, с Пригожином. Много его очень стало у нас в разговорах и в информпространстве. Хотел бы вас спросить вот о чем. Слышали, ну, вы наверняка слышали, но, может быть, вы знаете несколько больше, чем обычные наблюдатели о новой инициативе по изъятию паспортов у призывников. Что это вообще такое, и ясно ли уже, как это будет происходить, и кого именно коснется. Я, конечно, это слышала и читала, уже во втором чтении я хорошо прочитала закон, и слышала, читала комментарии юристов, как это можно, как это не нужно, как это можно будет оспорить. При всем моем уважении к праву, к юриспруденции, к адвокатским приемам, все-таки я считаю, что это вещь бесполезная. У кого надо, то вот берут, у кого не надо, то там удадут. Понятно. То есть пока невозможно сказать, да, точно? Да, и апеллировать к закону, ну, это бессмысленно, это бессмысленно. Еще раз, ну, есть у нас закон о запрете наемничества, и что? И что? А еще у нас есть закон, там, о уголовной ответственности за вынесение заведомо неправосудных приговоров. И что? И что? Мало ли что у нас есть, мало ли что на заборе написано. Да, это правда, но в целом складывается впечатление, что они все-таки к чему-то готовятся, готовят базу большую и правовую, и внеправовую для того, чтобы какие-то предпринимать действия именно в военной сфере. Возможно, речь будет идти о новой волне мобилизации, или о том, чтобы отправлять призывников, я уж не знаю точно. Ну, понятно, что они готовятся, и понятно, что в том или ином виде в России все-таки возрождается железный занавес. Согласна вы с такой оценкой, Ольга Виньевна? Да, согласна, и у меня есть несколько наблюдений от людей, которые вот сейчас пересекали границу туда-сюда, будучи так или иначе чуть-чуть, ну, конечно, не с самой подозрительными личностями, а типа меня, да, ну, понятно, там я и не суюсь, а вот совсем чуть-чуть, там где-то вот мизинчик только, капельку. И то, это были разговоры долгие на границе, под запись, под камеры, и, в общем, все это было крайне-крайне-крайне волнительно и неприятно, и люди больше не поедут. В общем, это было на грани, а я так понимаю, что кто-то эту грани и не проходит. Все-таки я очень хорошо представляю себе сцену задержания в аэропорту внукового драматурга Светланы Петричук. Я напомню, она просто была в один день задержана и потом арестована с Женей Беркович. И в отличие от Жени Беркович, которая все-таки была дома, Светлана Петричук была во внуково, и она или что-то чувствовала, или улетала, тем не менее, пожалуйста, можно было бы принять закон об изъятии загранпаспортов у всех, кого захочется, а можно просто задержать. Что мешает? Ничто не мешает. Вообще ничего не мешает. Если сейчас у какого-нибудь призывника или даже не призывника, вообще у любого человека, там, у мужчины на границе отобрать загранпаспорт, кто-нибудь удивится? Еще давным-давно, еще когда я не была столь резка по отношению к действующим законам, я помню, в Подольске жил да был такой предприниматель, и он был казак, но был казак, знаете, такой, почитатель Краснова. Он был богатый человек, он сделал себе там казачий музей, музей, в основном, белого казачества, белого движения. Я, кажется, даже знаю, о ком вы говорите, Мелехов? Совершенно верно, да, Мелехов. И в свое время, когда он поехал на открытие памятника в Ленинце, в Австрии, где, собственно, произошла сдача англичанами казаков в руки НКВД, собственно, он спонсировал этот памятник, должен был его открыть, у него просто на погранконтроле в аэропорту просто вырвали страницу из паспорта, вырезали, и все. Сказали, у вас партия, но паспорт испорчен. Куда вы полетите? Никуда. Да, очень показательная история, тем более, что речь идет не о каком-то простом человеке, все-таки довольно известный в определенных кругах, правда, человек. Я скажу, это бы времена были вегетарианские, совершенно вегетарианские. И, ну, нужно, ну, человек поддерживает белое казачье движение. Если он же казак, то еще и с вами Лемелехов. Не, все равно. И тогда органы были бдительные, и они пустили его на открытие неправильных казаков. Кстати, что интересно, сейчас он поддерживает Украину, вот в этом противостоянии, не поддерживает категорически войну, развязанную Путиным, ну, и, в общем, так сказать, бледет свою линию, свои традиции в этом смысле. Слушай, не знаешь, что он произведет? Мне кажется, да. Мне кажется, да. Отдает мужик. Да. Отдает. Слушайте, прямо... Если он нас слышит, если он нас видит, молодец. Молодец. Молодец, но я уже задним числом подумал, нехорошо, что нас многие сейчас слышат и видят, потому что мало ли чего там в голову кому взбредет. Ну, человек, он известен действительно над своим подвигами. Кстати говоря, на эту тему хочется сразу задать вопрос еще один. Один из заключительных, это, конечно, вчерашние и позавчерашние события. Как вам рейд РДК и Легион в глубь Белгородской области и все, что сопровождало этот рейд? Я имею в виду информационную шумику, реакцию жителей, реакцию властей, ну, и вообще все, что происходило вокруг этого события. Ну, мемчиков, конечно, очень много. Мой самый любимый, конечно, что Украина получит статус ядерной державы через 5 километров. Это, конечно, было... Смешно. Да, это было смешно. Действительно, никто не знает, есть ли ядерное оружие в этом объекте Белгород-22, но чего бы вы там и не будете. С одной стороны. С другой стороны, яд... А вы не показали, что до сих пор ни одного трупа, да ведь? Нет, вот всерьез нет. Какие-то там ряды людей в форме, без крови лежали, но трупов нет. Вот реальных. Чтобы это было понятно, кто это. Ну, потому что пока мы не увидели все-таки трагедии и жертвы, вот пока вот это все, пока это все выглядит, конечно, буфонадой. Буфонадой с российской стороны. Я очень далека от поддержки, в общем, в том числе и знакомых мне людей, которые зашли с той стороны. В смысле, от идеологической там и так далее. Но дело же сейчас не в этом. Дело сейчас не в этом. Какая уже в конце концов что-то разница. Не будем мы сейчас приопираться ни о чем. Ребят с русскими паспортами вошли на свою землю. Я на самом деле... Что бы это ни было, кто бы это ни был, и мне очень нравится то, что, в общем, если это до сих пор относительно бескровно, если это бескровно, то... Ну, рано или поздно кровь, конечно, прольется, что там и говорить. Это война. Это война, которую начал Путин. И мне, конечно, очень трудно было принять, я приняла, что единственный, конечно, единственный способ изменения чего-то в России – это силовой способ. Еще труднее не было принять. То, что, кажется, это будет не наш силовой способ. Силовой способ других людей. Ну, и... Ну, и ладно. Ну, и ладно. Я думаю, что это уже неизбежно. Просто есть вещи неизбежные. Их можно приветствовать, их можно порицать. Есть вещи неизбежные. Такие, как укрепление Украины. И такие, как проливание крови в России, которое непременно случится. Непременно. Да, Бумеранг, скорее всего, вернется, он уже начинает возвращаться. Но меня поразило больше всего в этой истории вообще вот антураж этих событий и то, что с российской стороны, ну, я даже не знаю, как это сказать, потому что не было ничего. Выясняется, что границы воюющего государства, вот в данном воюющего, причем граница с противником никак и никем не охраняется. Там никого нет, кроме каких-то погранзастав хилых с двумя, там, четырьмя людьми. И в течение суток или более государство воющее даже толком не может ничего сделать с отрядом, вошедшим на свою территорию. И у меня возникает вопрос, а если бы их было не несколько десятков, а несколько сотен, или тысяч, или десятков тысяч, вот как это, это что означает? Что на самом деле, скорее всего, просто государственность посыпалась бы, видимо? Нет, государственность посыпалась, действительно, в этот момент, когда там вот уже были вполне себе диверсанты, уже, ну, они доходили уже до этих зубов там или до чего, а Путин ползает по карте. Как ему не хватает панталон с кружевами? Вот чертовски не хватает. Кстати, как вы думаете, на что вообще направлено вот это его, его желание как-то заговорить реальность? Так, что ли, можно выразиться на этот счет? Его желание постоянно найти какие-то подтверждения, вот его ключевой идеи фикса о том, что Украины нет, не должно быть и никогда не существовало? А мне кажется, что у него это прогрессирует с годами, вот это вот, как мне кажется, очень многим правителям, которые слишком долго заделись у власти, вот эта вот тяга к разным проявлениям мистицизма, вот этого всего там потустороннего, у него же все началось практически с Навального, да, не называем, значит, не имеем. Нет, не назвал, значит, его не существует. Если я сказал сто раз, что Украина не существует, значит, ее каким-то образом перестанет существовать. Ну, наверное, многие из нас, так или иначе, волей или неволей там думают так же, ну, я не знаю, яркий пример, ну, это хороший пример, наверное, что я вот точно там поставлю себе установку, что я буду бороться с раком и победю его, да, ведь это, по-моему, срабатывает, сила воли такая, вот самоуговор. При этом это вот такие вот нативные вещи, они действуют, да, на себя-то они, конечно, действуют, а он пытается силой своего характера, силой своего харизма, силой своего духа, а я не думаю, что у него большая сила духа, он пытается воздействовать на весь окружающий мир, не называя вещей, которых он не хочет, чтобы они там были. Ну, то есть магия, попытки магии. Попытки магии, или, я сказала бы, вот такие уже очевидные, очевидные такие вот психосоматические бредни. Кстати говоря, вы упомянули фамилию Навального, не могу не спросить ваше мнение на этот счет, но объявлена акция поддержки Навального в день его рождения, и реакция на это объявление, ну, мягко скажем, неоднозначная в среде оппозиции, если сами сотрудники ФБК как бы, вроде бы, поддерживают все это, то многие относятся критически, по крайней мере, к попытке проведения акции внутри России. Вот вы что думаете на эту тему? Ну, вы знаете, внутри России тут вот правда, ну, не нам советовать, пока мы сами находимся не в России, и вне, знаете, мне очень понравилось, как сказал Чич Маркин, он все-таки вольнист-вольнист, и такой, вообще более навольнист, чем все навольнисты, он все-таки тоже сказал, что пока есть риск, не надо выходить в Россию, не надо призывать ничего в России. Я вот с ним здесь согласна, но у меня другое, у меня другое, другая мотивация, не потому, что вас задержат, безусловно, а потому, что вы нужны сейчас, вы сейчас очень сильно нужны на свободе, поберегите себя, потому что, ну, пока революционной ситуации нет, ее объективно нет, от того, что вы выйдете на улицу, нет, не минус одна слезинка ребенка, нет, не будет этого минуса, зато мы потеряем боевую единицу, потому что, когда нужно будет, когда где-то созреет эта ситуация, когда можно и нужно будет выходить, просто вас с нами не будет, а это очень жаль. Ну да, я бы добавил к этому, что речь идет уже давно не о штрафах и каких-то административных задержаниях, о которых пишет команда Навального, обязуясь, так сказать, все возместить и всех защитить, а совсем о других вещах, о многолетних сроках заключения, и действительно, прежде чем решать таким образом свою судьбу, хорошо бы подумать, подумать над правильностью своего решения, этим я, наверное, ограничусь. Ну и, наконец, завершение эфира, все-таки хочется спросить, на фоне войны это теряется, но тот же Навальный на днях в 16-й раз был помещен в ШИЗО, как мы знаем, достаточно жесткие условия, и вы вот как специалист по российской тюремной системе, как вы оцениваете то, что с ним делают? Я не думаю, что это тюремная самодеятельность начальника зоны. В конце концов, мы все видели возвышение, через год после того, как Навальный там сидел, сидел уже в Владимирской области, собственно, начальника Владимирского УФСИН, который был сейчас повышен до уровня заместителя директора всей УФСИН, это большой, очень карьерный рывок, большой карьерный рост, это показатель того, что ваши действия одобрят свеком и полностью, даже чуть более, чем полностью. И, конечно, все это под присмотром тысячи класс, тысячи ФСБшников, и, конечно, там есть админка, и начальнику зоны ничего не надо говорить, не надо говорить, если надо что-то изменить, что давай еще жестче, или давай как-то пусть погуляет на свободе. Это говорить надо, а так пока все идет себе и идет. И если Навальный случайно всего этого не выдержит, ну, здоровье слабое. Он болел недавно, в Германии лечился. Я думаю, что речет об этом, к сожалению. Я думаю, речет, к сожалению, об этом. И я не очень хорошо представляю, как это можно все физически вынести, особенно после, действительно, после тяжелого отравления. И тюрьма вообще, в принципе, не место для нормального человека. Русская тюрьма. Точно, не место для нормального человека. Здесь, конечно, когда создаются особые условия, ну, представьте себе, вот он уже сидит сколько, и, по крайней мере, последние два года он ни с кем не разговаривает. Вообще ни с кем. Ни с кем. Ну, потому что с ним нельзя разговаривать. Только с подбогатами разговаривают. У него нет там снимника, а у каждого практически заключенного, там есть человек, с которым там 9 кусок хлеба. У него, он не может поговорить, я не знаю, с отрядником о погоде. Нет, у него ничего этого нет. Он не видит жену, он не видит детей. Это все, он не может залезть в интернет, он не может прочитать газету, труд. Или как там, какие сейчас есть газеты. Ничего этого сделать не нужно. Да, я понимаю. Ну, пожелаем все-таки ему твердости и здоровья побольше, чтобы все это перенести. Надеюсь, что он все это выдержит. Ну, а он к нам подключился, второй спикер. И, Ольга Евгеньевна, если вы хотите, мы можем вас уже отпустить на покой. Да. Большое вам спасибо. На покой с точки зрения сегодняшнего эфира только. Спасибо. Большое спасибо вам, что были с нами сегодня это время. Спасибо. 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 Спасибо.